Прежде чем мы с вами начнем, спешу сообщить, что 2 декабря официально вышел мой первый альбом, который называется Around Woman. Альбом можно скачать по ссылкам, которые находятся в описании к данному видео. Также всех вас приглашаю в свою группу, которая называется Повелитель Электричества. Ссылка тоже в описании. Повелитель Электричества Занимаясь подготовкой этого выпуска, я достал такую коробку с DVD. На каждом DVD целая куча концертов группы Кино в несжатом формате. Флаг, ваф и прочее. Для того, чтобы освежить в памяти концертную дискографию. Если открыть комментарии к прошлому выпуску, то можно почитать о том, что пишут «Нет, ты не прав, у Цоя с голосом там все прекрасно, поет он замечательно, он там все ноты вытягивает и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла». Но вы должны понимать, что вы, в общем-то, к этому уже привыкли, и вы вот этих всех огрехов уже не видите и не замечаете. Для вас это уже норма. Так же, как для меня, например, концерт на втором Ленинградском рок-фестивале. Я слушаю, и мне это нравится. Я при этом понимаю, что я просто привык. На самом деле, это большая дикость того, как они там выступили. И не только там, и на многих других концертах. Но при этом мне это нравится, я привык. Вы тоже должны понимать, да, что касаемо вот этого концерта в Олимпийском, и что касаемо последнего концерта Виктора Цоя, ну, это на самом деле просто тихий ужас. Я раньше периодически проводил такой эксперимент. Я показывал концертные выступления Виктора Цоя людям, которые с ним либо не сталкивались никогда вообще, с его творчеством, правильнее будет сказать, либо имеют очень смутное представление. И вот такое вот знакомство я всегда начинал именно с концерта в Олимпийском. Потом плавно переходил на Лужники. И люди, которые это слышали впервые в жизни, неподготовленные слушатели, первая их реакция была такая, что это вообще за дикость, что у него с голосом, и как вообще это можно слушать. И одна девушка даже как-то сказала, которая потом стала киноманкой, она сказала, что чтобы слушать вот это про концерт в Олимпийском, нужно быть большой извращенкой. Ну, потом я ей показал концертные записи, о которых буду говорить сегодня. Потом, еще позже, я ей показал студийные записи. В итоге она стала киноманкой. И мало того, эта девушка сейчас также слушает этот концерт в Олимпийском и говорит, что там все прекрасно и замечательно. А тогда она просто ничего не понимала. Ну, вот понимаете вообще, о чем речь. Но есть ряд концертных записей, показывая которые неподготовленному слушателю, который от своей либо не имеет никакого представления, либо имеет о нем очень слабое представление, точнее сказать о его творчестве. Он, слыша это, говорит, что это очень круто, что человек очень круто поет, что у него все прекрасно с голосом, и что это та музыка, которую бы он хотел слушать. И обязательно будет слушать и дальше. Что есть ряд людей, которые благодаря мне подсели на группу кино. Поехали! Что еще сказать? Сейчас будем слушать то, о чем я вам рассказываю. А начнем мы сегодня с пятого Ленинградского рок-фестиваля 1987 года. Это съемка Дмитрия Масса. И большинство из вас в оригинальном качестве эту запись сейчас увидят впервые. Все, что вы видите, это пережато и с логотипом. А чаще всего еще наложено куча всякой там цветокоррекции. И вот то, что я вам сейчас буду показывать, это оцифровка оригинала, который в свое время делали для того, чтобы показывать фильм «Последний герой» по различным телеканалам. Среди связок в горле комом теснится крик. Но настала пора, и тут уж кричи не кричи. Лишь потом кто-то долго не сможет забыть. Как, шатаясь, бойцы об траву вытирали мечи. И как хлопала крыльями черная племя ворон. Как сменялось небо, а потом прикусило язык. Как дрожала рука у того, кто остался жив. И внезапно вечность вдруг превратился в миг. Есть чем платить, но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. Группа крови на рукаве, Мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, Пожелай мне не остаться в этой траве. Не остаться в этой траве. Пожелай мне удачи. Пожелай мне удачи. Еще один концерт, который снял оператор Дмитрий Масс, Это концерт в Таллине. Замечательная во всех смыслах съемка. Прекрасное выступление. Отличный голос. Напор. Энергия. Все слажено. Все просто замечательно. Я ждал это время, И вот это время пришло. Все кто молчал, Перестали молчать. Те, кому нечего ждать, Сходятся в седло. Их не догнать. Уже не догнать. А тем, кто ложится спать Спокойного сна. Спокойная ночь. Субтитры создавал DimaTorzok Следи за собой, Путь осторожен. Следи за собой, Следи за собой, Путь осторожен. Ну и говоря про концертное выступление 1987 года, ну просто нельзя никак не упомянуть. Просто прекрасную, опять-таки замечательную во всех смыслах запись. Это концерт в Дубне. Ну или в Дубне, как там, правильно, я не знаю. На улицах снег утратил свою березну. В стеклянности талой воды мы видим луну, мы идем. Мы сильны и бодры, замерзшие пальцы ломают, спички от которых зажгутся костры. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. В третий день с неба течет вода, очень много течет воды. Попробуй спеть вместе со мной, вставай рядом со мной. Из ранних записей мне особо хочется отметить замечательный квартирник у Дедурова. Это московский квартирник 1982 года, который проходил в новогоднюю ночь с 1981 по 1982. Да, сама запись не совсем качественно так записана, но тем не менее, Виктор Цой прекрасно поет, прекрасно играет. Все слажено, все прекрасно, все абсолютно замечательно. Послушайте, какой голос. Уезжаю куда-то, не знаю куда, и не знаю зачем, и не знаю когда. Мой билет в никуда, поезд мой в никуда, но я все-таки еду один, как всегда. Словно тень бегу куда-то, я когтей. Словно тень бегу куда-то, я когтей. Раз иду по мокрым улицам домой Ну и последняя запись на сегодня Это знаменитый концерт 1984 года, который проходил в Сосновом Бару Я сижу в кровати только что из ванной с мокрой головой На улице мороз и рано, как ни странно, я пришел домой За стенкой телевизор орет, как быстро пролетел этот год Он так похож на прошлый год, я в прошлом точно так же сидел Один, один, один Поиск как сюжета для новой песни 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 Занимаясь подготовкой этого выпуска, я думал, что в данное видео попадет намного больше концертных записей, потому что в памяти у меня вот эти концерты как-то так отложились, как сыгранные, спеты очень хорошо, но когда я вот сейчас их переслушал, я от этой идеи отказался. Я говорю про четвертый, опять-таки, Ленинградский рок-фестиваль, про выступления в ДК МИИД и про кое-какие там еще концерты 1984 года с Майком там, который Кавриго записывал и прочее, прочее, прочее. Нет, там тоже все замечательно звучит, вроде как и играет неплохо, но что касаемо вокала, такого уровня, как на тех концертах, которые я вам сегодня показал, но его там просто нет. На сегодня все, до новых волнующих встреч!